Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Начинаю сегодняшний влог с пельменей. Отвариваю себе пельмени. Уже 3 часа дня. Я еще ничего не ела, кроме этих чаев. И решила сотворить 20 штук пельменей и попробовать их на вкус. Ашкэму блинчики понравились, но он сказал, что не хочу больше, не подогревай мне их, не жаль. Так что все придется мне доедать. Вот такой вот он вредный. Вот такие вот дела. А вот и мы с Ашкэмом. Чем-то занимаемся, своими делами. Я что сегодня сделала? Мы же, нам же запретили там после уборки 24 часа садиться на эти диване. И вот он уже сейчас завтракает, как положено на кухне. Я ему яйца отварила с пастурмой. Вот такой вот легкий завтрак он покушал. Вот наши диваны. Вот так мы развернули. Сохло. Я очень довольна. Очень чисто. Наше кресло. Мы там. Я прямо там и уснула. Вместе рядом с Ашкэмом. Всегда по отдельности сидим. Погода сегодня замечательная. Очень хорошо. Сейчас покажу вам. Очень замечательная. Даже, вы смотрите, запросто можно стоять на солнышке и загорать. Теперь я понимаю тех, кто купается в море. А все равно люди ходят. А все равно люди ходят, несмотря на запрет. Прогуливаются. И вон там рыбу жарят. Видите, где мост? Все. Доставка на дом. Конечно, рыбу жарят и в доме. Столько запаха. И столько нужно мыть. Всего потом. У меня тоже были подушки в этом диванах. Даже забыла про их существование. Очень много подушек мне моя свекровь сделала. Они такие. Видите? Ну, это я не знаю с чего. Но она сделала мне с этого. С пуха. Вот. Покажу вам. Я понимаю, что надоела я вам со своими блогами. С готовкой. Жизнь какая-то моя. Некоторым может не нравиться. Но просто, что сейчас можно показывать, скажите. О чем говорить. Как-то у нас такая жизнь. Карантинная. Самоизоляции. Успели походить с Ашкевым. Завтра. Воскресенье. Тоже дома будем сидеть. А этот прижился. Кустарник. Ну вот, одно и то же. Каждый день. И мой прекрасный вид с балкона. Пошла я кушать вареники. Попались куриные. Очень вкусные. И Ашка ему понравилась. Говорит. Я говорю, будешь так если сварить? Отварить? Он сказал, да. Я йогурт добавила и черный перчик. Приятного мне аппетита. Ашка пришел и взглядит меня. Говорит, я не хочу. Скажи, сколько времени Ашка çalışает, çalışает, а? Не Ашка? Соня. Да, Ашка. Он çalışает, çalışает, çalışает. Очень çalışает. Я тоже иду сейчас поговорить с вами надо. И вот, всем доброго вечера. В такой уютной обстановке, в тепленькой, хотелось бы с вами поговорить. Сегодня так занималась я, ну, как всегда, своими делами, обедом, уборкой. Много сегодня не убирала. В основном мы привели в порядок. Вот, вы ждали, пока высохнут у нас диваны. И, наконец-то, мы на них опустили свои тела. Завтра, наверное, или послезавтра я перестираю здесь занавески. И на этом уборка моя новогодняя закончится. О чем бы я хотела поговорить с вами? Ашка сейчас несет мне фрукты. Будем кушать фрукты. И заодно с вами поговорю. Насчет ритуала о желаниях. Я забыла его заснять, когда я его делала. Но в чем он заключается? Я все переписала на бумагу, свое желание. У меня есть иконки. И свернула эту бумажку. На заднюю сторону прикрепила скотчем, чтобы не открывать и не потерять в течение года. Зажгла, ну, прежде всего, зажгла свечку, помолилась и от свечки накапала. Ну, просто сделала от себя, как душа хотела. Вот именно хотела. Вот прямо над свечкой вот этой накапала на это. И завернула. Прикрепила к иконочке. И еще раз повторила все свои желания. Произнесла вслух. Вот на этом ритуал и закончился. А еще я хочу вам показать наши фотографии свадебные, которые вам очень много понравились. Одна из них вот здесь. Вот кумпушечка сидит. И вот мы, те, которые, наверное, надо еще рамочки купить. Вот такая Светлана была. Очень красивое время, незабываемое. Есть о чем вспомнить. Но особенно это красивое платье, которое висит у меня в шкафу. И мы с Ашкимом такие все счастливые. Что так быстро произошло у нас все это торжество. Да, Ашким? Да. Вот, покажу вам, хотя у меня в одном видео есть эти фотографии, но время пришло. Видно и желание в канун Нового года. Мечты сбываются у многих женщин одиноких. Пускай будет так же счастливой, как я нашла свое счастье. В Турции не думала, не гадала. Видите, вот такие вы с Ашкимом здесь. А здесь вот Ашка меня поцеловал. Лоб. Это такой у них по-турецки ритуал такой. Вот. А здесь мы идем с ним по набережной уже. Я на таких каблуках-чищах, уставшая. Умерся, много не находишься на каблуках. И это тот момент, когда мне спросили, согласна ли я выйти замуж за Индерата. Как я кричала, там, да, я хочу замуж выйти за Индерата. С Туром, вот это. С Туром. А Ашким сказал, эвет, 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 три раза. Эвет, эвет, эвет. Вот мы сидим такие с ним. Это нашей дружке. Должна была быть моя заломка, но она, как назло, забыла паспорт. Вы представляете, так спешили, торопились, что она забыла свой паспорт. И пришлось посадить соседку ее. А здесь вот мы с друзьями его, с работы, которые были в данный момент в Мерсине. Вот, вот такие вот мы и были. А это Озлем. Ваша любимая, всеми любимая Озлем. Племянница и Анемчик. А Баба-Джим не пришел тогда, потому что он, наверное, еще ко мне серьезно не относился. Ашким Баба-Джим гельмеды чунку дьору джиды бана бакмадыо. Ну, а это весь наш состав, это соседи Озлема поддержали нас, потому что мы не успели даже никого пригласить, родственников. Мы же за один день нам сказали, что завтра у вас согласны, чтобы была роспись. Вы, конечно, согласились, потому что нужно было Ашкиму уезжать, возвращаться обратно, и ничего бы мы не успели. Ну, так вот, друзья, вот такой вот у меня вечер. Надеюсь, вам понравились мои фотографии. Мы сейчас с Сашкой будем пушать фрукты. С такой елочкой сидеть, в таком теплом доме уютном. Самое главное, хочу пожелать всем, каждый вечер буду желать, чтобы все женщины в мире были счастливыми, нашли свое счастье, не болели. Чтобы, самое главное, чтобы не было никаких болезней, потому что они останавливают наше движение. И чтобы у каждой женщины был рядом любимый человек, вторая половинка. Еще раз повторяю, что дети детьми, у детей своя судьба, своя дорога. А нам с вами нужен тот человек, который будет и в радости, и в беде, и везде. И лучшая подруга, это, я так поняла, уже на сегодняшний день, это муж. Ну, все, буду заканчивать. Всем пока-пока. С вами была Светлана Ата. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Пишите комментарии, на которые я стараюсь по возможности отвечать. Ставьте лайки, дизлайки тоже. Хотя, знаете, какая закономерность. Под каждым моим видео 6 или 7 лайков каждый, каждый день. Вот кто-то 6 или 7 человек меня ненавидят, можно сказать. Но все равно они смотрят меня. И им тоже я пожелаю, дизлайщикам, счастья, счастья и счастья. Все, пока-пока. С вами была Светлана Ата. Я занялась мытьем окон и занавески постирала. Сейчас уже окна помою и буду вешать. Я буду вешать, мой муж будет вешать. Вот так мой муж мне помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровик! Субтитры создавал DimaTorzok